Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем работу в рамках 8 Конгресса Евразийской Ассоциации Кардиологов. Симпозиум компании SOTEX посвящен тематике «Легочная артериальная гипертензия за рамками идиопатической формы патологии». Я хотел бы сказать несколько слов о компании SOTEX. Это российская компания, которая очень активно работает на российском рынке. И продвигает многие другие препараты, несвязанные с «Легочной гипертензией». Но она уделяет очень много внимания именно образовательным процессам, которые они направляют для врачей. И этому уделяется очень много внимания. Их препарат, который они выводят на рынок России, это «Базентан», старый, хороший наш знакомый, с которым мы много-много лет работаем. И я позволю напомнить себе слова. Именно приход «Базентана» на российский рынок позволил улучшить продолжительность жизни наших пациентов, улучшить качество жизни наших пациентов. И об этом и многом другом мы сегодня поговорим в рамках нашего симпозиума. Темой первого доклада у нас выступает профессор Мартынюк Тамила Витальевна «Опыт применения антагонистов-рецепторов иноталиина Базентана в лечении пациентов с «Легочной артерной гипертензией». Тамила Витальевна является сопредседателем этого симпозиума. И она, наверное, скажет какое-то ступительное слово тоже. Спасибо. Большое спасибо, Сергей Николаевич. Уважаемые коллеги, добрый день. Я думаю, что после такой пламенной речи и адресного обращения Сергея Николаевича в адрес компании «Сотекс» нечего добавить. И мы, наверное, перейдем непосредственно к содержанию моего доклада. Тем более, что он будет, наверное, первой такой заявкой. Потому что мои коллеги будут говорить о более широких проблемах. А в фокусе моего внимания будет представить вам и зарубежный, и российский опыт применения Базентана в лечении пациентов с «Легочной артериальной гипертензией». И я попытаюсь уже в первом докладе показать вам, что, конечно, мы выходим за рамки идиопатической «Легочной гипертензии». И начнем, конечно, с того сверхмощного арсенала специфической терапии, которая есть и в российской практике, что отрадно ряд препаратов, ибо зимтам не исключение, есть в целом ряде стран евразийского содружества. Но вот вы видите, что голубым цветом показаны те препараты, которые, увы, есть за просторами наших рубежей, в зарубежной практике. Ну, а класс антагонистов рецепторов эндотелина представлен тремя лекарственными препаратами. И действительно, в России и во многих странах евразийского содружества с препаратами базентана-силаднофил, пожалуй, связаны первые наши приглядки к специфической терапии, к осознанию мощности этих препаратов, к возможности их комбинировать рационально. Ну, а базентан, безусловно, имеет такую пышную и богатую историю, что я не могу отказать себе в удовольствии не оглянуться назад и не проанализировать вот эту победоносную совершенно историю уже нынешнего, 21 века. Примечательно, что с 2001 года по результатам пилотных исследований 351 и БРИЗ-1 началось такое победоносное шествие препарата, регистрация во многих и многих странах мира. Но, говоря лестные слова в адрес базентана, я бы еще сделала несколько ремарок, что крайне обстоятельно, вы видите, с оригинальным препаратом была выстроена буквально концепция рандомизированных клинических исследований. Большинство из них было робких, маломощных по числу больных. А, кстати, формат 12-16 недель – это была явь вот той поры начала века, поэтому в этом плане перечисленные исследования не выбиваются из общей обоимы. Но я еще подчеркну несколько моментов. Посмотрите, было исследование адресное у больных с врожденными пороками сердца синдрома Изен-Менгера, исследование БРИЗ-5, о котором будет детально говорить Антон Алексеевич. Было исследование в детской практике, и сегодня препарат для детишек с годичного возраста одобрен в целом ряде стран. Было совершенно веховое исследование более чем 10-летней давности, с ярким названием ЭЛИ, которая по существу стала точкой отчета, когда возможности лакоспецифической терапии были прочувствованы не просто у крайне тяжелых пациентов 3-4 функционального класса. Именно базентан позволил как будто бы повернуть время вспять, и у больных с исходным 2-м функциональным классом были показаны блестящие результаты. И Олесе Александровне предстоит тоже весьма интересный труд поделиться, как же ревматологи относятся к базентану и к другим лакоспецифическим препаратам. Были и провалы. Например, исследование Бенефит, где базентан у больных с неоперабельных и ТЛГ, увы, не показал свои преимущества. Идиопатический легочный фиброз тоже мимо. Но вот еще несколько штрихов к портрету я бы хотела нарисовать, что, наверное, уникальность базентана в том, что в формировании рандомизированных клинических исследований был определенный полет мысли и в плане этиологии лак, и в плане вот тех параметров клинической оценки достигнутых результатов лечения. И вот неудивительно, что к идиопатической легочной гипертензии мы относимся совершенно особенным образом. Это орфанная форма. Но посмотрите, как обстоятельно со всех точек зрения, не шаблонных, да, я имею в виду дистанцию в тесте шестинутной ходьбы, а с пристрастием изучались и гемодинамические параметры, и показатели качества жизни. В исследовании БРИЗ-1 было под исследование, посвященное тому, как вазентан фактически поворачивает вспять процессоры моделирования сердца. И вот, наверное, в центре этой таблички вы видите говорящие цифры, что на первых порах, да, и поэтому сталкиваемся мы с иллюзорным ощущением, что лак-специфическая терапия только для идиопатиков. А нет, нет. Посмотрите, действительно, на заре клинических исследований была отчетливая доминанта, и удельный вес больных с идиопатической легочной гипертензией был весьма солидным на заре. Но обратите внимание, уже в исследовании и оли для больных второго функционального класса, каждый пятый пациент имел либо системное заболевание соединительной ткани, либо лак после хирургической коррекции пороков. И надо сказать, что вот целая серия исследований под руководством Ирины Евгеньевны Чазовой проводилась в стенах Института клинической кардиологии. Буквально несколькими нашими практическими такими мыслями относительно ресурса этого препарата в нашей практике хочу поделиться. Но вот что было на заре исследований? Это наш взгляд, что же такое разные дозы базентана. Я бы их резюмировала яркой репликой, что всегда, коллеги, будьте начеку, когда речь идет о неких начальных дозировках. Весьма частая история из практики, когда по разным причинам чаще всего больные экономят залетные дозы препарата, пациенты остаются медотетрованными, как мы это говорим. И вот эта концепция нам казалась весьма интересной с точки зрения поиска. И вот посмотрите, в общей группе порядка полусотни больных идиопатической легочной гипертензии мы включили. Доминировал второй, третий функциональный класс. Вот посмотрите, за 12 недель лечения мы, откровенно говоря, не были готовы к такому результату, потому что в Российской Федерации появился самым первым, сначала в формате гуманитарных программ, это начало седьмого, восьмой год. Так вот не были мы готовы к тому, что каждый пятый пациент за три месяца лечения достигнет первого функционального класса. И посмотрите, что еще интересно. На первых порах, сталкивая две дозировки, мы рандомизировали больных методом конвертов, нам казалось, что мы можем как-то эту ситуацию обыграть, и на дозе 125 мг в сутки пациенты вполне снижают свой функциональный класс, откликается индекс одышки по Боргу, и дистанция в тесте шестиминутной ходьбы к 12-недельной точке. Посмотрите, растет не только в общей группе, стартовая дозировка, и больные, которые за последующие два месяца выводились на логичную терапевтическую дозу, в общем, демонстрировали весьма близкий результат. Но самое интересное, нас поджидало при комплексной оценке гемодинамических параметров. Обратите внимание, подгруппа терапевтической дозы демонстрировала убедительный результат по всему профилю гемодинамических параметров. И надо сказать, 12 недель, конечно, это не то, что могло нас впечатлить, поэтому целую обойму больных мы вывели в такой долгосрочный контроль. Более года в среднем продолжалось наблюдение. Нам было весьма любопытно. Кстати, мы сопоставили старт с Базентана и Силбнофила. Выяснилось, что примерно каждый пятый пациент на разных этапах наблюдения демонстрировал феномен ускользания. И тогда компаньоном Базентану становился Силбнофил и, соответственно, прямо наоборот. Так вот, что интересно, что мы выбрали 20 пациентов идиопатической легочной гипертензии, которые на старте имели второй и, как вы видите, третий функциональный класс. Вот что любопытно, нас интересовала 6-месячная точка. И обратите внимание, первый функциональный класс 15% больных. Но вот то, на что вы должны настроиться, практикуя специфическую терапию, это то, что эффект месяц от месяца становится более явным, более выпуклым. И посмотрите, уже треть пациентов имела первый функциональный класс. И если суммировать, то 75% функциональный класс 1 и 2 – это очень серьезная заявка на успех. И вот еще очень интересная ремарка. Иногда мы скептически смотрим на достигнутый результат у функционально сохранных больных. Кажется, лучший враг хорошего. Но вот что для нас было удивительно, что даже у функционально сохранных пациентов мы видели совершенно уверенные победы. Четверо больных из 10 к полугодичной точке демонстрировали первый функциональный класс. Хотя у функционально более неблагонадежных больных этот эффект был еще более ярким. Вы видите 50-50. И результаты к 15-месячной точке становятся еще более убедительными. Если посмотреть на динамику дистанции в тесте 6-минутной ходьбы часто, практикующие врачи задают вопрос. А вот инициируя тот или иной препарат специфической терапии, каким результатом нам стремиться? Когда ждать вот того заветного улучшения толерантности к физическим нагрузкам, о котором, конечно же, мечтают наши пациенты? Вот удивительным образом, хотя класс антагонистов рецепторов эндотелина декларируется как класс препаратов, весьма медленно развивающий эффект. Но посмотрите, достоверность появлялась уже к трехмесячной точке. И в плюсе 20 метров это то, что пациенты физически крайне остро ощущают. И надо отметить, что удивительным образом достоверный результат первой продемонстрировала подгруппа второго функционального класса. У больных с исходным третьим функциональным классом только к 6-месячной точке в среднем подгруппе мы получили убедительный результат. Кстати, в отличие от тилднофила препарат не влиял достоверно на динамику сатурации, хотя несколько улучшался индекс отдышки по Боргу. Но вот, наверное, самая тревожная, такая сигнальная информация, которая весьма и весьма тревожит практикующих докторов, это шлейф такого негативного гепатотоксического ореола, который связан с классом антагонистов рецепторов эндотелина, что нас удивило, что при оценке не только трансаминаза, а широкого спектра печеночных показателей мы столкнулись с весьма благостным профилем переносимости. И надо сказать, только у одного пациента на первых буквально приемах препарата возникали эпизоды головной боли, чувство жара. Но все это симптомы, которые легко были преодолены, и пациент в последующем продолжил лечение. И ваша тревога, что в альянсе с селднофилом, бозентан, как-то себя компрометирует, тоже не вызывает, как вы видите, зоны тревоги, потому что динамики системного давления, прироста ЧСС мы не наблюдали, долгосрочно отслеживая пациентов в рамках комбинированной терапии. Конечно, сегодня, вот на том витке истории, когда пополнился класс препаратов, в России это уже семь препаратов из пяти классов, мы можем взглянуть, что ресурс монотерапии у больных идиопатической легочной гипертензии такой полновесный, это половина больных. Но обратите внимание, что бозентан совсем не потерял свои опоры. 13% больных идиопатической легочной гипертензии по данным российского регистра он на повестке дня. А вот что интересно, если взглянуть на лак в целом, вы знаете, что ассоциированные формы лак зачастую остаются проблемными с точки зрения лекарственного обеспечения. Так вот здесь совершенно иная пропорция. Здесь на долю монотерапии выпадает почти 62%. И что примечательно, что бозентан становится для лак в целом фаворитным препаратом. Посмотрите, треть практически пациентов получает именно этот препарат из класса антагонистов рецепторов эндотелина. И комментируя двойные схемы специфической терапии, мы обратим внимание, что антагонист рецепторов эндотелина работает в паре и с препаратами, воздействующими на мишени НО, и с англиционным и лапростом. И надо сказать, что в этих композициях место бозентана по-прежнему остается весьма и весьма весомым. Вы скажете, да, выполнены рандомизированные исследования, имели первичную конечную точку динамику дистанции в тесте шестинутной ходьбы. Но обратите внимание, 15 лет назад практически в параллели появились данные регистров американского, французского, которые убедительно показали, что в режиме монотерапии бозентан творит чудеса. В былые годы считалось, что только Эпоп Ростанов выполняет такую жизнеспасительную миссию. Так вот представьте, годичная выживаемость 96%, трехлетняя 86%, причем это не только идиопатический лак, это и ассоциированные формы весьма и весьма солидно были представлены. Годы и годы прошли с той поры, когда ревматологи воодушевились опытом применения этого препарата у больных системной склеродермией, весьма агрессивно, злокачественно протекает лак при этой форме патологии. Так вот представьте, ретроспективный анализ тех исторических данных, которые были, показал, что к двухлетней точке 71% выживаемость при применении монотерапии базентаном. И есть еще одно крайне привлекательное свойство, которое ревматологи весьма и весьма полюбили, это профилактика новых дигитальных язв, которые причиняют болезненные, весьма тягостные ощущения больным системной склеродермией. Вот удивительным образом, уже к 12 и 24 неделе по сравнению с плацебо, базентан показал вот это удивительное свойство профилактизировать развитие новых дигитальных язв. Ну а врожденные пороки сердца в российском регистре это совершенно особая история, потому что в отличие от зарубежных аналогов, с 12 года мы ведем регистр, а лак на фоне врожденных пороков сердца занимает вторую после идиопатической лебочной гипертензии почетную позицию, почти 37% больных в спектре лак. Но и безусловно, сегодня мы остановимся на том, что эта форма патологии уникальная, потому что представлена совершенно разными, и с точки зрения прогноза, ответа на терапию, по-разному протекают эти единицы нозологические, синдромы Зельменгера, двунаправленные сбросы, малые дефекты, которые весьма и весьма похожи на идиопатику, крайне злокачественная форма после хирургической коррекции ВПС. Но вот завтра еще Светлана Евгеньевна Грацанская более детально представит взгляд на возможности терапии у этой категории пациентов. Я лишь пока вам анонсирую буквально несколькими штрихами. И здесь, конечно, дань исторической справедливости. Неудивительно, что базентан имеет вот такую характеристику по длительности терапии у пациентов с лак ВПС. И, наверное, то, что 4 года в среднем лечатся наши российские пациенты синдрома Мазен-Ненгера совершенно неудивительно после сокрушительного успеха исследования БРИС-5 этот препарат эксклюзивный. По мощности доказательств пожалуй, ни один другой лак-специфический препарат не составит конкуренции. Но вот посмотрите, и в качестве монотерапии этой категории пациентов базентан номер один и крайне примечательно, что базентан очень компонуется хорошо с иными препаратами лак-специфической терапии. И вот удивительным образом мы можем представить себе, что 42% в режиме монотерапии самым частым партнером базентана становится у больных с лак ВПС селднофил. Но обратите внимание, у каждого десятого пациента мы наблюдаем альянс с риоцегуатом. Безусловно, базентан является точкой опоры, да, и к нему присоединяются селднофил или риоцегуат и галлюционный лапрост в формате тройных комбинаций. И надо сказать, резидуальная легочно-артериальная гипертензия видится нам весьма проблемной такой зоной, потому что, обратите внимание, 66% больных демонстрируют при долгосрочном наблюдении заявку на тройные схемы. Но сегодня мы говорим о генерическом препарате, о препарате базинекс. И надо сказать, что в конце 2017 года и до текущего времени мы накапливаем опыт по применению препарата у больных с разными формами лак. И вот, пожалуй, самые первые наши шаги, которые нас утвердили в мысли, что с точки зрения эффективности и безопасности базинекс не уступает оригинальному препарату. Посмотрите, мы включили 42 пациента, среди которых присутствовали и пациенты с врожденными пороками сердца, кстати, с малыми дефектами, даже резидуальный лак. И вот мы сделали весьма такую логичную поисковую работу, когда противопоставили ресурсу инициации базинексом. Здесь мы могли сопоставить эти результаты с тем, что было в пору оригинального препарата. А вторая подгруппа – это перевод с оригинального препарата троклира на базинекс. И вот эти две подгруппы мы отслеживали в формате 24 недель. И надо сказать, что с особым пристрастием, коллеги, смотрите на ту часть схем, которая посвящена переключению, потому что в этой категории пациентов мы с тревогой ждали, а не будет ли ухудшения, да не будет ли какой-то отрицательной динамики. А вот в этой зоне вы видите фактически тот успех, знакомый нам по паре работы с оригинальным препаратом, когда, посмотрите, проходит 24 недели, и 15% больных получили первый функциональный класс. А в зоне переключения весьма и весьма стабильный результат. То есть за полгода пациенты не растеряли те успехи, которые были достигнуты при долгосрочном 3, 6 и даже более месяцев терапии оригинальным препаратом. Ну, вот верхняя кривая, это как раз под группой переключения, вы видите, что здесь мы можем комментировать результат как весьма стабильный, а вот в группе стартовой терапии базинексом в плюсе 43 в среднем метра весьма и весьма близко к тому, что было в пору оригинального препарата. Посмотрите, и на показатели транстеракальной кардиографии и катетеризации мы взглянули, и вот вновь группа переключения демонстрирует весьма благостную, стабильную картинку, а группа инициации терапии к 24-недельной точке демонстрировала достоверное снижение систолического давления, и обратите внимание, площади правого предсердия. Заветные гемодинамические параметры. Мы помним, что на заре базинтана мы говорили о возможности препарата влиять на среднее давление в легочной артерии, величину легочного сосудистого сопротивления. Посмотрите, и среднее давление в правом предсердии к 24-недельной точке реагировало в подгруппе инициации терапии. Ну и барабанная дробь, пожалуй, главная наша претензия к генерическим препаратам, что, дескать, профиль их переносимости может нас недовлетворять. Так вот, крайне примечательно, что чистота нежелательных явлений была весьма и весьма сопоставима с тем, что мы видели при применении оригинального препарата. Наиболее частыми симптомами были головные боли, проявление маскирующей инфекции верхних дыхательных путей, назофарингиты, приливы. Но вот на что хочу обратить ваше внимание? Что повышение трансаминаз для оригинального базентана и декларировались проценты 9-12 для повышения уровня трансаминаз. Так вот, представьте, с базинексом мы имели весьма и весьма похожую цифру. Таким образом, в заключение мы можем обратиться к версии евразийских наших рекомендаций, которые совсем недавно, в декабре прошлого года, были одобрены на очередном конгрессе по легочной гипертензии. И, конечно, это особая наша гордость, что на площадке 8-го Евразийского конгресса мы можем обращаться к тому документу, в создании которого участвовали 6 стран. Это Армения, это Азербайджан, Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан. То есть это действительно полновесный труд, который для базентана обозначает при 2-м и 3-м функциональном классе самые яркие позиции. Класс и уровень доказательности 1А. И посмотрите, для амбрезентана и селднофила тоже это высокая планка. И здесь, конечно, историческое место этих препаратов на площадке исторических событий само о себе говорит. Но вот что примечательно, в режиме последовательной комбинированной терапии базентан, как компаньон Риоцегуата в исследовании патент-1, имеет тоже весьма и весьма такую жесткую точку опоры. Уровень доказательности 1Б, вы видите, венчает тройку современных комбинаций. И здесь базентан и Риоцегуат выступили в паре по той простой причине, что львиная доля пациентов вступала в исследование патент-1, имея бэкграунд предшествующей терапии базентана. Вы скажете, альянс базентан и селднофила, да, 2БЦ, но здесь, наверное, паре этих препаратов не повезло, потому что каверзные истории развивались с точки зрения набора пациентов, тех амбиций в плане первичных, конечных точек, которые были заявлены. Ну, а в финале истории я вам могу сказать с гордостью о том, что базентан на просторах евразийского нашего содружества это действительно уникальный препарат, потому что, обратите внимание, не только в России, в Казахстане, в Беларуси этот препарат одобрен, и, кстати, отдельный раздел, отдельная табличка выделена отдельной строкой в нашем евразийском документе, и обратите внимание, здесь суммированы и ключевые исследования, которые нас убедили в показании лечения легочно-артериальной гипертензии второго, четвертого функционального класса с целью улучшения толерантности к физическим нагрузкам, как вы видите, не только у взрослых, но и у детей старше одного года, и, как вы видите, крайне обстоятельно расписан спектр нозологических единиц, где, конечно, простор большой, и он далеко за рамками идиопатической формы патологии. Благодарю вас за внимание, и, наверное, Сергей Николаевич, если вы позволите, передам слово Антону Алексеевичу Шмальцу, это наш коллега, кардиохирург из Института сердечно-сосудистой хирургии имени Балкулева, он представит сложный доклад, это доказательная база специфических вазодилататоров у больных врожденными пороками сердца. Пожалуйста, Антон Алексеевич. Спасибо, Антон Алексеевич. Действительно, Возентан имеет, пожалуй, наибольшую из всех препаратов доказательную базу при легочной гипертензии ассоциированной с врожденными пороками сердца, и попытаемся коротко-коротко разобрать доказательную базу. Если мы посмотрим на классификацию легочной гипертензии последнюю, обновленную в частности симпозиума, то мы увидим, что врожденные пороки, они находятся практически в четырех из пяти главных подразделов, то есть это и легочная артериальная гипертензия, и при заболеваниях левых отделов, то есть врожденные спинозы, и сложенные врожденные пороки в пятой публике. Пока еще действующих евразийских рекомендаций по легочной гипертензии 2015 года, при этом написано, что лечить нам нужно легочную гипертензию только вот три синдрома Эземенгера, первая подгруппа группа 1, при этом базентан имеет наибольшую доказательную базу в силу исследования БРС-5, а вот доказательная база всех других в акс-клептических препаратах она намного меньше. Если мы посмотрим рекомендации детские по легочной гипертензии, то здесь добавляется строка, что помимо синдрома Эземенгера, как у взрослых, нужно лечить еще и легочную гипертензию после операции фантензии, однако касательно всех других подразделов легочной гипертензии также ничего не написано. И если мы соберем те исследования, которые у нас есть на сегодняшний день, то мы поймем, что доказательная база есть относительно все легочные артериальные гипертензии первые подгруппы как то синдром Эземенгера и при лево-правом сбросе и пемалоксоцистических эффектов и биситуальная гипертензия. И также касательно сложных рожденных породов это прежде всего операция фантензии популярной геогинамики, но также секундитарная гипертензия. Ну конечно касательно легочной гипертензии при заболевании продъем не можно лечить легочные коррекции. Итак последовательно рассмотрим доказательную базу то что касается третьего и четвертого подгруппы легочной артериальной гипертензии а именно малых сопутствующих эффектов легочной гипертензии после радикальной коррекции простых породов то здесь патофизиологически и клинически эти пациенты они схожи с диапатической легочной артериальной гипертензии и в силу этого в основные регистрационные исследования легочных препаратов было включено от 4 до 18% пациентов с корректированными рождёнными породами крыси поэтому доказательная база уже в регистрационных исследованиях есть например рецепуат анализ группы из исследований патентов показал препараты к кирин у больных именно кофе радикальной коррекции урожайных породов серфа или вот силиксипак исследование грифон анализ субгруппы с корректированными урожайными породами серфа также показал что риск прогрессированной гипертензии снижается на 42% переходим дальше то что касается синдрома изименгера есть приведены основные исследования имеющихся у нас препаратов и конечно это первое почетное место это исследование БРАС-5 результант и синдром изименгера это историческое исследование 6-го года но мы постоянно не рассылаемся потому что это прорывное большое исследование мацетинтан к сожалению не показал эффективности при синдроме изименгера и отрицательные результаты исследования Майдерский ну вот селгонофилу есть небольшое организирование исследования сай и также несколько мер неконтролируемых исследований и по одному неконтролируемых исследований при синдроме изименгера результаты и инфекционные вопрос ну шестой год исследования БРАС-5 пазинтан синдром изименгера и было показано что достоверно снижается лёжочно-сосудистые сопровождение и повышается дистанция шестой метров при долгосрочном применении данных пациентов синдром изименгера также показано что дистанция шестой метров сохраняется длительное время стабильной увеличивки силгонофил при синдроме изименгера имеет небольшие доказательные базы это в основном неконтролируемые небольшие реперспективные исследования в принципе отстает изименгера ну и вот этот слайд очень часто показывают в целом насколько эффективна лоскетическая терапия синдрома изименгера по сравнению с плацедрами ну и вот тут в основном пазентан и наглядно видно что выживаемость в центрах тех кто получал терапию синдрома изименгера она существенно отличается от выживаемости не получающей плацедрами в 19-м году вышел метаанализ исследований два специфических препаратов три с огромной изименгера и тут вот интересно 15 исследований 456 пациентов и вот если взять первый год лечения то тут эффективны все препараты показательная база есть и улучшается дистанция шестинетной ходьбы дефицитациональный класс отлично по поводу снижается немножко степенное давление в легочной артиле сопротивление легочной сосудности однако вот если взять более длительный срок наблюдения то есть доказательная база в настоящем времени накоплена только у базентана и вот при пролонгированном лечении больше дольше чем год доказано что достаточно сохраняется высоту и национальный класс также поддерживается а вот для других препаратов амбрезентана снижается пока такой пролонгированный смысл доказательной базы недостатки это вот еще один мета-анализ и здесь все врожденные специфические препараты в различных подкруппах без разделения на подкруппы 17 исследований 456 пациентов тоже и вот терапия базентана улучшала короткосрочные дистанцию международных национальный класс повоз а вот при пролонгированном лечении улучшалась помимо международных национального класса еще и сатурация при этом становилась выше и ЧСС меньше ну и сопротивление и давление влевочной артерии положительно реагировали мог не привести еще один мета-анализ тут касательно уже вообще не синдром измельбера а именно без подразделения всех пороков сердца и вот в принципе также показано что эти глаз безуметанного пациента все национальные возможности и геномические статусы ну вот что интересно что все-таки влияние на смертность во всех этих исследованиях так предмонстрировано медленно это общая проблема которая остается доказательной базой работы вот подкульт 2 пока сохраняется лево-правый сброс пациентов с рождением порок и сердца что делать с такими больными с одной стороны мы снизим легочное сопротивление увеличим легочный кровоток и химическое состояние этих больных оно краткосрочно по крайней мере улучшится чего мы боимся того что вот такое длительное увеличение этого легочного кровотока у этих больных может провоцировать прогрессирование легочного сосудов болезнь потому что просто агрессивный фактор становится больше поэтому есть и плюсы лево-право-право-право-право-право-право-право-право часть больных можно перевести из условно неоперабельных и операбельных в нашем центре также и так же в ПТО вот это детский алгоритм принятия решения на хирургическое лечение он сложный вся пенединамическая оценка производится но если посмотреть вот в нижний правый угол этого алгоритма то когда уже пациент признан неоперабель и шанс небольшой то в качестве последней попытки рекомендуется курс лакофитической терапии краткосрочной и потом повторная оценка террогинамики и потом эти части ПТО могут перейти в птичке операции вот переходим к сложным порокам и есть так называемая сегментарная левочная гипотерия она бывает только в левочной пороке сердца это как правило отрезин левочной артерии когда размнабжаются разные участки доктора и в этом отношении также накапливается доказательство что лакофитическая терапия прежде всего дезинтант сегментарной она может быть эффективна но это конечно полиативное лечение то есть оно позволяет собственно как и биопатической гипотерпензии получить толерацию к левочной нагрузке а в данном случае еще и получить сатурацию следующая группа сложных врожденных пороков это пациенты с универтикулярной герогинами посидится над желудочком сердца и они как правило проходят сложные многоэтапные минимумы три этапа лечения последняя из которых появляется операция фонтена полный обход правых отделов сердца тогда в конечном после третьей операции легочный кровоток осуществляется есть участие желудочков и обникательные камеры и кровь из полу пен она поступает в легочную артерию в силу систолической легочной системы в этих условиях низкое легочное сопротивление имеет очень большое значение и может сказать большее значение чем прибивный популярный генобинамик потому что один желудочек должен последовательно притолкнуть кровь через большое и малый кровообращение в настоящее время результаты этих операций хорошие выживаемость она составляет где-то 90% через 15 лет при этом 80% больных относятся к первым и вторым функциональным обслуживанием сократился сократился левый желудочек и развивается системное давление потом сократился правый и давление малый пин в 2-3 раз меньше пациентов после операции фонтена легочный полоток осуществляет еще в прямом поступлении давление давление в полоток венах равно давлению легочного поэтому если имеется хотя бы небольшое получение легочного сопротивления это приводит к думу отрицательной легочной во-первых так называемой генозной гипертензии мы ее называем то есть выше определенного давления генозного организма держит небольшое получение но если это слишком большое то тогда фигуратору то есть специфические осложнения которые характерны для этой системы и с другой стороны кровь как в виде популярной гемодинамики плохо протекает через низкая нагрузка системного желудочка и низкой сердечной легочки в этом отношении легочный он тоже в настоящее время имеет наибольшее доказательство от всех специфических аппаратов исследований этих немного они небольшие потому что это очень сложная патология и фактически коротко я сейчас приведу все эти исследования ну вот 12-го года исследование баллада улучшается функциональный класс пинка системного желудочка исследование шанг 39 пациентов меньше количество отложений артерии и ровной кислот лучше дистанция шестинутной ходьбы исследование шурин 12-го года оно единственное отрицательное не получалось кислот потребление кислорода и вот в настоящее время самое большое исследование при митропулярной динамике среди всех технических препаратов это исследование темпа исследование презентания исследование завершили 69 пациентов и показано что кислот потребление кислорода достоверно лучше тех кто получал терапию динамик и вот также чуть-чуть недостоверность но очень существенная тенденция по улучшению функционального класса после терапии динамик пациентов после операции что интересно повышение трансаминаз практически одинаково с группой пациентов то есть гипотоксичность в этой группе она не показана по крайней мере в этом самом большом исследовании влаточной дальше вот 15-й год исследование ДЭРГ увеличивает дистанцию сердечной выброс национальный класс и вот тоже 16-й год исследование шанс улучшить функциональный класс в виде станции надо сказать что в настоящее время дозентан является единственным лакспецифическим препаратом для которого после операции антенны выполнен метанализ и показано что те исследования о которых я сказал насколько изменился функциональный класс вот на блограме видно что в среднем функциональный класс снизился на 0,4 это очень существенно для этих тяжелых пациентов то есть 0,4 и 6 институт Бакулева также имеет достаточно большой опыт терапии дозентаном пациентов после операции антенны и здесь я хотел привести ближайшие данные ближайшего после операционного периода и если мы посмотрим на самые частые аквадмильные транслюдации левральные продолжительные транслюдации и объем транслюдации на фону терапии пациентальным они достоверно меньше и короче чем в других процедах без такой терапии следующее создана филм тоже имеет некоторую доказательную базу ну и вот например исследование 2008 года увеличилось пиковое потребление кислорода вебочных болоток исследование 2010 года меньшее количество обновлений вверховый дефицит бентероператив и терапевтического транспитера исследование 2011 года увеличилось атомной терапии садонопила пиковое потребление кислорода 2014 год однократный приемник садонопила приводил к получению сердечного индекса улучшал показатели сердечно-сосудистой системы исследование векаре 2015 года меньшее количество обновлений в первых консультациях исследование 2016 года японская получалась дистанция 6 минут и снижалась до сердечно-сосудистой сопротивления вот это очень интересное исследование поскольку так важна низкое сопротивление для этих пациентов авторы предположили что превентивно без всяких осложнений а просто всем давать садонопил и получили что количество этих самых плеворальной консультации приемникивном назначении садонопила оно не уменьшается в сравнении структуре пациента ну может быть это как вообще такое философское подтверждение в целом мысли медицинских что профилактически без потребности назначать что-либо не стоит когда есть проблемы когда надо вмешиваться не медицинами дальше нацетинтант есть одно исследование всего 8 пациентов и показано что снижается левшно-сосудистые сопротивления и получает садонопил амбрезентант также одно исследование 19 пациентов закончили повышение дыхательного пациента и эволент перефедрации и вопрос тоже есть одно исследование после операции контента рандомизировано там всего 18 пациентов и показано что увеличивается кислородный курс и увеличивается кислородный кислородный таким образом если вот те показания о которых я говорил все это попытаться эволюцию проследить за последние несколько лет в том вот например в рекомендациях 5-го всемирного симпозиума и европейских рекомендаций 2015-го года мы можем прочесть что да эти пациенты существуют их нужно учить афтическая терапия нужна но нужно накапливать дальше исследования и пока доказательную базу не достать потом детские рекомендации и вот уже впервые в законодательном уровне с классом от 2-х до 2-х показано что у детей и подростков после операции фонтена с лёгочной пациентой или с появлением мюнк показана лактофетическая терапия ну и наконец вышел метаанализ исследований по лезентану и пока вывод из этого метаанализа не сделан к сожалению но мы ждем что может быть еще накапливать доказательные базы соответственно наверное все выше должна показать база может дальше теперь есть больные с регулярной гемодинамикой у которых еще операции фонтенны не вытянут то есть это похожее чем пациенты вот так отбили регулярную гемодинамику и слева правом сбросе что делать с ними проблема у них та же самая что если мы назначим короткий лактофетический оператив мы снизим некоторой степени и сопротивление давлением рыбочной артерии и таким образом приблизим то есть мы сможем выполнить операцию но с другой стороны более длинный пульс таких пациентов тоже так без гемодинамик может спровоцировать и в известной степени прогрессирует и поэтому нужно только осторожно ну и вот то что касается именно пикулярной гемодинамики это такая хирургическая алгоритма много компонентов вмешательств но суть в том что первое это служивание легочной артерии выполняется потом половина операции пантерны так называемый двунаправленный палку иманальный аностомоз и потом сама операция пантерна полный отход в право пантере и на каждом из этих этапов с разной доказательной базой но с наибольшей пост-операцией пантерны и с меньшими также используются в акте статистической операции на каждом и каждом этапе таким образом если суммировать все исследования которых я сказал то с высокой доказательной базой можно сказать что 1 В там примерно даже 1 А мы должны лечить пациентов с синдромом меземиндера с резидуальной гипертензии после радикальной операции при малых сопутствующих эффектов и слемочной артериальной гипертензии после операции фонтенны или двунаправленно полимонального мистомоза без дополнительной структуры тех у кого сохраняется лево-правый сброс после палиативного снижения нелюбочной артерии при единственной функциональной дистанции до операции фонтенны и при сегментарной легочной депутатенции без амно-поэтеральной артерии и надо обязательно сказать что пациентам с лево-правым сбросом с врожденным порогами сердца оперативными тем у кого сопротивление снижение сопротивление снижается или нервизируется после радикальной коррекции таким больным рак специфическая терапия не нужна потому что увеличение сброса оно будет только приведет к прогрессивной левой сосудистой болезни тем образом этим пациентам длиннее увеличить это все что я хотел сказать в рамках спасибо большое Антон Алексеевич за чудесный доклад Сергей Николаевич двигаемся дальше да мне кажется очень интересные аспекты и хирургические планы и сейчас у нас еще прозвучит еще один интересный доклад который будет связан с аутоиммунными ревматическими заболеваниями которые представит Клименко на лесе я думаю что это будет очень интересно послушаем что скажет нам коллега глубоко уважаемый Сергей Николаевич Тамила Витальевна Антон Алексеевич глубоко уважаемые коллеги да сегодня мы будем говорить о системных аутоиммунных ревматических заболеваниях и конечно же мы все хорошо понимаем что это гетерогенная группа иммуновоспалительных болезней которая включает и ревматоидный артрит и системную красную волчанку системную склеродермию это проблема конечно же и пациентов со смешанным заболеванием соединительной ткани системными воскулитами и исследования последних лет они все больше и больше привлекают наше внимание к тому что ведущей причиной снижения продолжительности жизни при системных именно аутоиммунных ревматических заболеваниях является кардиоваскулярное осложнение и конечно же связанные с ними и атеросклеротическое поражение сосудов тромбозы и легочная гипертензия и поэтому мы позволили себе поставить вопросы как с одной стороны представители секции кардио-ревматологии российского кардиологического общества являясь и кардиологами и ревматологами вот некоторые вопросы насколько все-таки в практике ревматолога кардиолога совместной этой работы должна быть четко выстроена своевременная диагностика поражений сердца назначено лечение естественно сотрудничество введения больных с легочной артериальной гипертензией при данной патологии и другая сосудистая патология как синдром Рейно дигитальной язвы которые рассматриваются тоже в комплексе ведения больных системными заболеваниями мы видим с вами в последнее время очень много публикаций которые и метаанализов и систематических обзоров которые посвящены различным вариантам изучения поражения сердца при ревматических заболеваниях и понятно что здесь и нарушение ритма это и поражение миокарда различные изменения сосудистые нарушения и конечно тема коронариитов например при системной красной волчанке при антифосфолипидном синдроме при системных воскулитах это одна из обсуждаемых среди кардиологов но и проблема легочной артериальной гипертензии это та тема которая объединяет ревматолога и кардиолога мы с вами понимаем что анализируя частоту развития легочной артериальной гипертензии в данной группе пациентов самый большой вес вклад будет иметь системная склеродерния чуть реже это системная красная волчанка смешанное заболевание слинительной ткани и редко но все-таки это тоже большая проблема формирования легочной гипертензии легочной артериальной гипертензии у больных с синдромом Шегрена и дерматополимиазитом поэтому разрешите учитывая большое значение системной склеродермии или как в англоязычной литературе системный склероз называют заболевание говорить на примере системной склеродермии вот одно из исследований тоже метаанализов которое было инициировано ЕОСТАРом то есть европейской группой по проблеме системной склеродермии одна из задач этой группы стояла в том чтобы оценить чистоту и причины смерти у больных системной склеродермии и мы видим что приблизительно 25% летальных исходов были четко ассоциированы с сердечными причинами и вот это вот клиническое выраженное поражение сердца ассоциировалось конечно же с летальным и с плохим прогнозом летальность до 70% составляла в ближайшие 5 лет поэтому изучение поражения сердца при системной склеродермии вот эта вот взаимосвязь кардиолога ревматолога является таким вот важным компонентом ведения этих пациентов потому что мы хорошо все понимаем что с одной стороны это может быть первичная болезнь сердца при системной склеродермии или как сейчас иногда называют таким термином ССД кардиомиопатия когда развивается миокардит аутоиммунный и фиброз с последующими нарушениями ритма проводимости эндокардит перикардит но мы понимаем что могут быть и вторичные поражения сердца при системной склеродермии которые ассоциируются и с развитием легочной артериальной гипертензии интерсциального заболевания легких у данной категории пациентов и конечно же наличием сопутствующей кардиоваскулярной патологии БС атеросклероза артериальной гипертензии поражения почек в том числе гетерогенные проблемы связанные и с применением глюкокортикостероидов и с применением цитостатической терапии и механизмы поражения сердца при системной склеродермии и вообще механизма формирования кардиоваскулярной патологии конечно же лежат в патогенезе самого заболевания и это с одной стороны ишемическое повреждение интермуральных сосудов с развитием фибреноидного некроза гипертрофия интима с сужением просвета это различные линейные некрозы кардиомиоцитов которые описаны у пациентов системной склеродермии это и конечно же вклад не только микрососудистого но и макрососудистого звена в развитие и прогрессирование патологии сердца и сегодня среди ревматологов и кардиологов конечно же существуют определенные алгоритмы которыми мы пользуемся в диагностике патологии сердечно-сосудистой системы у пациентов системной склеродермии мы понимаем что первично обычно этот пациент столкнется либо с врачом общей практики либо придет к ревматологу возможно пульмонолог впервые выявит симптомы поражения сердца и конечно превалирующая будет эта одышка и конечно же описаны вот те самые красные флажки на которые мы всегда с вами обращаем внимание в диагностике любых поражений сердца сердечно-сосудистой системы и конечно же первые симптомы появления легочной артериальной гипертензии у таких пациентов то есть это дышка артопное это конечно же и синкопы и многие другие симптомы и самое важное что существуют уже данные и клинические исследования которые показали что степень выраженности и синдрома Рейно и появление дигитальных яств четко коррелируют естественно с тяжестью активностью самого заболевания и тем самым обуславливают и прогрессирование поражения висцеральных органов и в том числе сердечно-сосудистой системы и легочной артериальной гипертензии и поэтому своевременная вот эта вот диагностика самой ССД кардиомиопатии или макроваскулярных поражений у пациентов системной склеродермии очень важны и естественно сегодня пользуются все большим арсеналом исследований которое помогает провести дифференциальный диагноз уточнить проблему с чем связаны симптомы поражения сердечно-сосудистой системы миокардиомиопатии сегодня такое вот значение имеет радионуклидная диагностика это эсцентография миокарда это однофотон эмиссионно-компьютерная томография это ПЭТ и ПЭТ-КТ конечно же и мы понимаем с вами что получаем уже сегодня данные которые могут и при системной склеродермии особенно при формах например диффузной системной склеродермии уточнить и наличие дефектов перфузии миокарда уже уточнить наличие деформации и движения нарушения движения миокарда у таких пациентов это все методики которые могут помочь например как магнитно-резонансная томография выявить на ранних этапах развития аутоиммунного в том числе миокардита у наших пациентов существуют критерии все они хорошо нам известны для того чтобы использовать данные методики для выявления очагового поражения или даже диффузного поражения миокарда оценить и наличие рестриктивной кардиомиопатии которая развивается например у пациентов системной склеродермии все это обуславливает конечно же выявление на ранних этапах пациентов с кардиоваскулярной каталогией это наша цель введения наших пациентов потому что мы понимаем что есть пациенты со симптомной проблемой легче когда все-таки симптомные когда мы уже используем определенные алгоритмы и конечно же ведение пациентов системной склеродермии и поражением сердца будет складываться уже и из базовой такой базисной терапии противовоспалительной самой системной склеродермии то есть тут и низкие дозы глюкокортикостероидов это конечно же применение цикла цитостатиков чаще всего это циклофосфамид микофенолатом афитил реже метод рексат когда только лишь есть кожное поражение при системной склеродермии мы конечно понимаем что в случаях макрососудистых поражений идет воздействие на прогноз и течение самих основных заболеваний сердечно-сосудистой системы таких как ишемическая болезнь сердца атеросклероза и здесь используются все основные направления которые существуют в кардиологии современные направления на сегодняшний день но тем не менее конечно принципиально это своевременное применение того самого алгоритма который уже нам известен давно но тем не менее он актуален двухступенчатый алгоритм детект по выявлению раннего выявлению признаков легочной артериальной гипертензии когда мы можем сразу с вами определить и риск формирования легочной артериальной гипертензии четко следуя пошагово определять показания для проведения катетеризации правых отделов сердца и уточнение конечно же формы самой формы легочной гипертензии у пациентов с системной склеродермией мы понимаем с вами что прогноз пациентов с легочной артериальной гипертензией ассоциированы с системными заболеваниями соединительной ткани по различным данным и регистрам значительно хуже даже чем при диопатической легочной гипертензии и конечно это еще и сама легочная артериальная гипертензия это вклад иммунного воспаления в проблему прогрессирования заболевания сегодня мы говорим о том что у нас есть лекарственные препараты и очень много идет клинических исследований по воздействию на механизмы прогрессирования и формирования легочной артериальной гипертензии конечно же сегодня привлечено внимание к тому как на основе риска летального исхода у больного с легочной артериальной гипертензией мы свои силы направляем на выбор стартовой терапии моно или комбинированной терапии как правильно проводить алгоритмы эскалации и я разрешу лишь себе только еще раз затонила витально и повторить вот те самые рекомендации которые конечно же являются гордостью кардиологического сообщества когда разработаны уже алгоритмы как монотерапия начальной терапии специфической терапии легочной артериальной гипертензии в том числе и при системе склеродермии и здесь важное значение конечно же играют и антагонисты рецепторов эндотелина и в частности базентан это конечно же та самая последовательная комбинированная терапия у больных с легочной артериальной гипертензией и где также большое значение в комбинации играет базентан с риоцигуатом базентан с илопростом И здесь мы, конечно же, понимаем, что все основано на доказательных результатах применения данных комбинаций в различных клинических исследованиях. Я их просто показываю, так как уже о них сегодня звучала речь, поэтому не буду повторяться. Но, конечно же, основное то, что сегодня обсуждается, это так называемое выделение фенотипов как пациентов с легочной артериальной гипертензией, так и в рамках вот этого вообще особенностей течения системной склеродермии. Понятно, что есть лимитированная форма, диффузная форма системной склеродермии, если при лимитированной – это превалирование в аскулопатии, прогрессирование легочной артериальной гипертензии, а при диффузной форме – это все-таки преимущественно прогрессирование интерстициального заболевания легких и легочной артериальной гипертензии на втором месте. Но, тем не менее, есть еще и особенности фенотипа прогрессирования системной склеродермии и, естественно, лак-ассоциированный с ССД фенотипы. Вот в чем они, эти фенотипы? Конечно же, существуют рекомендации для взрослых детей, которые опубликованы. Большой документ вышел под руководством Европейской противоригматической лиги, где привлекают внимание в том числе к этим фенотипам и к особенностям ведения пациентов, в том числе с легочной артериальной гипертензией, с кардиоваскулярной патологией у больных с ССД и вообще с системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями. А в чем привлечение к вот этим особенностям, фенотипам? Я только один выделю. Это то, что есть пациенты, которые имеют длительно текущий сначала синдром Рейно, при этом на первых этапах он довольно доброкачественное течение, но потом начинает быстрое прогрессирование и с самого синдрома Рейно появление дигитальных язв вплоть до некротических поражений пальцев. Вот такие пальцы с дигитальными язвами, со спонтанными гангренами, которые нередко характеризуют больного системной склеродермии. И, конечно, это особый фенотип пациентов, которые имеют и легочную артериальную гипертензию, и тяжелые сосудистые поражения у пациентов в рамках основного заболевания. Сегодня Тамила Витальевна показывала, я тоже разрешите покажу, что согласно данным Российского регистра больных легочной артериальной гипертензией, большая доля пациентов получают препараты антагонистами рецепторов эндотелина, и большую роль играет базентан. И он занимает даже второе место по частоте назначения при легочной артериальной гипертензии после силденофила. И здесь для ревматолога тоже, глазами ревматолога, если смотреть на эти цифры, тоже очень много понятно, почему. Что здесь направление назначения антагонистов эндотелиновых рецепторов, конечно же, двойное. С одной стороны, это воздействие на скорость прогрессирования легочной артериальной гипертензии, и с другой стороны, основываясь на механизмах действия данной группы препаратов, воздействие на прогрессирование феномена Рейно и формирование дигитальных язв. На самом деле, в рекомендациях по ведению больных системной склеродермией, в рекомендациях Ассоциации ревматологов России, мы видим с вами прописанные пункты 1, 2, 3, 4, 5 до 5 пунктов, которые предлагают определенный алгоритм ведения больных с наличием феномена Рейно. Но, тем не менее, если до последних лет мы говорили, что нет места именно только в ведении больных с синдромом Рейно без формирования дигитальных язв еще, то есть на ранних этапах, нет места препаратам антагонистов антетелиновых рецепторов, то в настоящее время уже получены результаты, которые продемонстрировали улучшение микроциркуляции, тканевой перфузии в сосудах кожи, дистальных отделах кисти, стоп у пациентов при применении базентана. И это, конечно же, очень важные результаты, которые говорят о том, что мы можем использовать данную группу препаратов, и такие же результаты с очень хорошим влиянием на синдром Рейно получены на примере имацетентана, например. И самое главное, что доказательная база накопилась уже, которая позволила рекомендовать базентан у пациентов с прогрессирующими язвенными дефектами кончиков пальцев, то есть дигитальные язвы, которые не отвечают на терапию, например, даже простоноидами. Иногда, когда происходит множественное поражение дистальных отделов кисти, стоп, то есть вот эти некрозы, гангрены формируются самоампутациями, рекомендуется комбинация нескольких групп лак-специфической терапии для лечения, в том числе и сосудистой периферической патологии. И здесь, опять же, данные по комбинации прилегочной артериальной гипертензии также работают эффективно и в комбинированной терапии по лечению дигитальных язв у пациентов системной склеродермии. Конечно же, вот это вот показание, которое четко прописано у базентана, что мы можем назначать и иметь хороший эффект успеха в лечении пациентов с рецидивирующими и рефрактерными дигитальными язвами у пациентов системной склеродермии дает очень большие надежды для пациента, ну и, конечно же, для врача в ведении таких тяжелых больных. И поэтому, конечно же, ставя вопросы, мы хотим получить ответы на эти вопросы. То есть, пользуясь алгоритмом диагностики поражения сердца, алгоритмом, который обсужден и в стенах кардиологического сообщества, и ассоциациями ревматологов, мы получаем инструменты для раннего выявления сердечно-сосудистой патологии у пациентов с системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями. Конечно же, специфическая терапия легочной артериальной гипертензии значительно улучшает и имеет уже весомую доказательную базу по улучшению качества жизни и прогноза больных именно с легочной артериальной гипертензией, ассоциированной с системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями. Но мы и сегодня хотим сказать и подчеркнуть, что и сосудистая, другая патология, такая как синдром рейно-дигитальной язвы при системных аутоиммунных ревматических заболеваниях нашли подтверждение в возможности применения лак-специфической терапии, особенно пазентана и силденофила, в лечении тяжелых осложнений системных аутоиммунных ревматических заболеваний. И поэтому, смотря на вот эту всю проблему, которую мы сегодня подняли, хочется сказать глазами ревматолога и, конечно, и кардиолога, что мы видим проблемы все-таки в ведении пациентов с легочной артериальной гипертензией, ассоциированной с системными заболеваниями. И мы эти проблемы озвучивали, и Станила Витальевна обсуждали, и с Ириной Евгеньевной Часовой. Поэтому разрешите я эти же вопросы все равно и проблемы озвучу, что, конечно же, сегодня мы видели необходимость заинтересовать врача-ревматологов, в контроле состояния больного системным аутоиммунным ревматическим заболеванием с легочной артериальной гипертензией, так как мы понимаем, что это проблема, которой больше занимается кардиолог. Но ревматолог, вовремя не направив и не действуя в алгоритме, прописанном Европейским обществом кардиологов Евразийским, Евразийской ассоциацией кардиологов, если он не будет знать этого алгоритма и не повышает свой уровень знаний в рамках ведения больного с легочной артериальной гипертензией, конечно же, мы тогда имеем проблемы с своевременной диагностикой такого тяжелого заболевания. Конечно же, и на плечах ревматолога, но и кардиолога будет лежать проблема вот этих вот межклассовых взаимодействий лекарственных препаратов, это и генно-инженерных биологических препаратов, и цитостатических препаратов в лечении, назначении сочетанном с лакоспецифической терапией. Конечно же, должны существовать регистры, и в ревматологическом сообществе они должны четко, тесно взаимодействовать с кардиологами и с ассоциациями кардиологическими по ведению больных с регистром, регистра пациентов с легочной артериальной гипертензией и учитывать те самые показатели активности и тяжести поражения сердечно-сосудистой системы у больных системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Олеся Александровна. Как всегда, такой глубокий терапевтический подход к изложению материала, я думаю, получили слушатели большое удовольствие. Спасибо большое доктору Клименко за прекрасную презентацию, которую мы сейчас услышали. На самом деле, это действительно очень такая важная проблема, и мы много лет взаимодействуем с ревматологами, и Евгений Львович Насонов активно и сейчас продолжает сотрудничать с нами в плане лечения пациентов с легочной артериальной гипертензией. И я думаю, здесь очень много вопросов, которые еще предстоит разработать нам совместно, к арбиологам и ревматологам. У меня конкретный вопрос. Николич Александровне, она упомянула, что очень часто используется блокатор эндотелина у пациентов с миокардитами. Это такая очень тонкая часть и сложная для врачей. И мне бы хотелось все-таки, чтобы она прокомментировала монотерапия блокатора эндотелина или это комбинированная терапия. Если можно, я шоу по этому вопросу. Сергей Николаевич, наверное, просто, может быть, я не четко сформулировала, при миокардите, конечно же, не используется, нет таких показаний. У нас четко мы исследуем, конечно же, показания – это легочная артериальная гипертензия, дигитальные язвы и особенно рефрактерные к другим группам лекарственных препаратов. А что касается миокардита, это, конечно же, основные группы лекарственных препаратов у больных системной склеродермией. Сначала применяются низкие дозы глюкокортикостероидов, и мы понимаем все, почему низкие дозы, потому что высокие дозы даже при наличии аутоиммунного миокардита у пациентов системной склеродермии вызывают почечные кризы. И тогда возникает другая проблема уже введения больных с тяжелой артериальной гипертензией, с развитием острой почечной и левожелудочковой недостаточности. Поэтому, конечно же, используются низкие дозы. А дальше алгоритм, конечно, исходя из того, какая клиническая симптоматика, то есть это и бета-блокаторы, это своевременный контроль нарушения ритма у пациентов и развитие хронической сердечной недостаточности в рамках вообще существующих рекомендаций по миокардитам. То есть мы не используем облокаторы эндотелиина у пациентов с миокардитами? Спасибо. Вот это хотел услышать, потому что звучало и было не очень понятно, а теперь, мне кажется, всем стало все ясно и понятно по этому вопросу. Спасибо. Продолжая вопрос касательно терапии ингибитором эндотелиина, мне кажется, что он вопрос можно ставить чуть шире, чем в рамках одной страны. Дело в том, что мы имеем, в общем-то, высокоэффективный российский препарат, базентан, производства компании Sotex, который имеет хорошую бюджетную стоимость, и в рамках Евразийской экономической комиссии препарат, зарегистрированный в одной из стран сообщества, может применяться и в других странах. И мне кажется, вот здесь, вот именно в этой части, когда мы имеем пять стран, которые входят в Евразийское экономическое сообщество, мы можем говорить о том, что мы бы, наверное, могли бы обеспечить недорогим, но эффективным препаратом пациентов хотя бы для базовой терапии легочной артериальной гипертензии. Тамила Витальевна. Я только за, Сергей Николаевич. Если можно, Антон Алексеевич, вам адресую свой вопрос. Дело в том, что Антон Алексеевич в своем докладе показал совершенно блистательный опыт Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и при операции Фонтена. И я знаю, что совершенно уникальный опыт по проведению атриосептостомии. Вот наверняка на заре применения базентана в Российской Федерации, может быть, накопился у вас опыт по сопровождению пациентов после атриосептостомии вот этим видом терапии? Да, конечно, мы хотим все. Поделитесь, Антон Алексеевич, есть ли какие-то нюансы, может быть, в сравнении с другими классами препаратов? Ну, нужно сказать, вообще, в целом, мы говорили тем, что появилась возможность вообще лакцептической терапии. И базентан, ну, это первый препарат, который исторически и до сих пор занимает предыдущие позиции. Атриосептостомии мы выполняли в значительном числе пациентам, тем, кто вообще не мог получить такую терапию. И по прошествии последних лет, можно сказать, что все-таки очень большие подвижки в этом отношении есть. Ну, а то, что касается именно сочетания атриосептостомии с базентаном, то, ну, можно с таких больных. Я думаю, что если взять всех пациентов в соответствии с остальными, то, наверное, около половины получают пациенты. Безентан. Также я хотел сказать по поводу детей. Это очень такой важный момент. И когда врач назначает препараты поэты, а иногда детям мы, ну, выжимаем, изучать сепернофилы, другие препараты, то это всегда, ну, вызывает, иногда это как-то обходится, что ли. Иногда органы здравоохранения начинают писать письма с вопросом, почему вы это делаете. И вот в этом отношении безентант, конечно, является такой палочкой-залучалочкой, которая официально может быть назначена детям, эффективно помогает. И это тоже большой плюс, потому что этот препарат у нас есть в арсенале детских факторов. Если взять, вот мы тогда на ней здесь, там, полгода назад, ну, там в Силдонофире тоже написали то, что, так сказать, может быть назначен, но в клиническом безентант. Спасибо большое. Коллеги, я еще хотел бы сказать, что мы сегодня очень много обсуждали касательно роли базентана у пациентов с врожденными пороками сердца, у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. И практически мы не касались вопросов идиопатической, легочной гипертензии, где он стал практически впервые применяться и достаточно эффективно. И, наверное, можно сказать несколько слов о расширении показаний для применения базентана. Ну, может быть, не расширение показаний, а те сферы, где еще используется базентан. Я думаю, наверное, вопрос, Стамил Витальевна, к вам, потому что вы у нас, как бы, вот занимаетесь больше всех именно терапии. Ну, Сергей Николаевич, откровенно говоря, я бы не рискнула уводить коллег за рамки вот той бесценной и фактически выстраданной доказательной базы информации, которая заключена в инструкции. Я не зря в финальном своем слайде суммировала. И вот, кстати, любопытно, что я показала вам фактически хронологию событий, ведь я не упомянула, словила себя на мысли исследование БРИС-4, которое проводилось в небольшой группе больных с ЛАК, ассоциированной с ВИЧ, например. Так вот, весьма любопытно, что в инструкции фактически аккумулировано, ну вот самое главное, самое с доказательной точки зрения, безупречное, если хотите, потому что, наверное, в этом плане доклад Антона Алексеевича примечателен, потому что он показал очень глубокий, да, анализ даже скромных по численности работ, которые демонстрируют широкие возможности лакоспецифической терапии, разной. Но вот по-прежнему убеждена, что идиопатическая легочная гипертензия, категорическая, да, при легочной артериальной гипертензии ассоциированной с системными заболеваниями, наверное, вот я бы расширила интуитивно спектр за рамки системной склеродернии, но уберегла бы коллег наших, терапевтов, ревматологов, кардиологов, не забывайте очень важную ремарку, без диффузного поражения легких. Вот, наверное, уникальная категория больных системными заболеваниями соединительной ткани, не зря Сергей Николаевич пытался, да, Олеся Александровна сбить с курса. Дело в том, что вот для меня это пациенты совершенно с уникальным дифференциально-диагностическим подходом, потому что порой перед нами пациенты, которые как будто бы на нескольких строчках клинической классификации заключены. И помните о том, что совершенный триумф Базентана при отсутствии интерстициального такого бурного фиброза легких, при классической лак. Ну и, конечно, синдром Эзен-Менгера, но и здесь мы можем, да, и доклад Антона Алексеевича блестяще это показал, что не только эта клиническая форма лак ВПС, да, что жизнь куда шире, но вот если вы мне зададите каверзный вопрос, а что же иные формы, ассоциированные с легочной артериальной гипертензией, вот здесь более робко я отвечу, потому что, конечно, при порто-легочной гипертензии Базентан – это фактически табу. Да, есть пилотная работа с Амбрезентаном у этой категории пациентов, есть исследование Портика, да, первое исследование небольшое с мацетентаном, которое показало, что гемодинамически эта категория пациентов отвечает. По поводу лака на фоне ВИЧ, единственный практический совет в инструкции по применению препарата этой формы нет, но здесь будьте начеку в плане лекарственных взаимодействий. Да, сейчас все больные с ВИЧ, и это новые рекомендации, да, решительно подчеркнули, имеют заявку на назначение антиретровирусных препаратов. Но в этом плане Базентан, да, нужно всячески, да, сопоставлять с теми противовирусными препаратами, которые назначены пациенту. Могут здесь быть проблемы. Ну вот, наверное, ничего я не забыла, если вдруг коллеги разовьет эту тему, буду признательна. Зазнательно. Спасибо большое, Томила Витальевна. К сожалению, у нас осталась ровно одна минута до окончания нашего симпозиума. И вот в связи с этим я хотел бы поблагодарить лично вас за то, что вы подняли проблему ВИЧ-инфекции, потому что огромный плац больных, которые имеют, в том числе, ВИЧ-легочную гипертензию, и они практически выпали из поля зрения врачей. Вот, и мне кажется, это наша задача, задача и ученых, и врачей, как бы. Нам наладить контакт, ну, наверное, с инфекционистами, которые в большей степени занимаются этими пациентами. И для того, чтобы улучшить диагностику легочной гипертензии у пациентов с ВИЧ-инфекцией и возможности адекватной терапии этих пациентов. Мне кажется, это очень важный и большой момент, на котором нам всем предстоит вместе поработать. В заключении я хотел бы поблагодарить всех участников симпозиума за прекрасные доклады. Очень много было интересного. Я для себя, по крайней мере, много интересного. И я думаю, это было полезно для всех. И я думаю, мы в рамках Евразийской ассоциации будем активно поднимать и развивать вопросы терапии легочной артериальной гипертензии, легочной гипертензии. Всем спасибо. И мы продолжаем работать уже завтра касаясь легочной гипертензии. У нас будет еще один симпозиум. Всех приглашаем завтра тоже поучаствовать. Спасибо. До свидания. Спасибо. До новых встреч.